Всем привет! Вы на канале Вовчик Плей, с вами Ольга. Завтра, среда, 22 марта, в Black Desert пройдут технические работы с 9.00 до 13.00 московского времени. Игровые сервера будут недоступны. Также в это время будет недоступен официальный сайт. Подойдут к концу несколько игровых событий. Посадите саженец и получите награды для активного развития. Хороший ремесленный баф дает этот росток, который вы получаете, когда вырастите растения на огороде. Поэтому стоит его все же получить в достижениях и вырастить. Слава имперскому украшению. Последние часы ускоренной прокачки лошадей и продажи их имперскому конюху. Отнесите Марселе необработанный кристалл. Подошел к концу период, когда, занимаясь ремеслом или во время фарма, можно было получить необработанные кристаллы и обменять их на награды у МПС Марсела. Обратите внимание, задание для обмена кристаллов на сияющий сундук шокоту и обрывки воспоминаний можно будет выполнить и после завершения ивента. При наличии у вас предмета и вент необработанный кристалл. А вот для задания для обмена кристаллов на сундук с ценными материалами и сундук помощи от Валкса можно получить только до технических работ 22 марта. Особые награды за вход. Ивент был продлен на одну неделю, но и он подходит к концу. И если с сундуками все более-менее понятно, вы их получили, наверняка уже открыли, то с источником темного насыщения дело обстоит следующим образом. Неиспользованный предмет, источник темного насыщения, будет удален в ходе технических работ 22 марта. Для тех, кто не знает, что такое источник темного насыщения, это предмет, позволяющий увеличить ваши шансы усиления со стопроцентной вероятностью. Для использования необходимо зайти в интерфейс черного духа, далее во вкладку «Усиление», затем «Извлечь» и «Использовать источник». Минимальное количество фейлов, которое вы можете увеличить – 100, без учета протестов Валкс. Максимальное – 230. Чем выше начальные фейлы, тем меньше дополнительных вы получите. Что же касается новинок, которые будут установлены завтра, то ничего глобального нас не ожидает. Пока по занятой новой локации – реорганизация торговли. Когда все эти новинки будут установлены на официальный сервер – неизвестно. В рамках предподготовки для выхода страны утро пару недель назад был реорганизован Порт-Эйлад, вся инфраструктура перенесена на Око-Акилу. Так вот, завтра в рамках предподготовки к изменению наземной торговли будут внесены улучшения в характеристики некоторых повозок, крыш-повозок и сбруй для лошадей. Например, на картинке вы видите, как изменится прочность и защита повозок. Также завтра будут добавлены побочные продукты охоты. Ранее уже были введены побочки в кулинарию, алхимию, рыбалку, огород. И вот очередь дошла и до охоты. Во время сбора трофеев с туши убитого животного, начиная с 250 мастерства охоты, с некоторым шансом можно будет получить вот такой предмет. 10 таких бусин можно будет обменять урианы на знак дикого зверя, 5 осколков черного кристалла, либо очки опыта влияния и опыта охоты. Еще одна новинка для игроков, у которых количество очков влияния ниже 350. Будут добавлены новые еженедельные задания на очки влияния. Вы можете принять и выполнить только одно из заданий, которые видите на картинке. В зависимости от текущего количества ваших очков, вы получите итоговую награду в виде опыта влияния. На эти задания не влияет эффект увеличения опыта влияния от книг Кафрас, книга Славы и Элиэн, древняя книга Солнц. Будет добавлен обмен золотой наградной печати, укращение на предметы для прокачки лошадей. И верхняя рыночная цена предметов обет ветра каменной пустоши, эликсир яростной гонки, будет изменена на 40 миллионов серебра. Вот, собственно, все новинки, которые нам установят завтра. На этом все. Кому видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте прожать колокольчик, чтобы не пустить видео на канале. Всем огромное спасибо за внимание, всем пока!